Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин В Калинковичском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Вблизи деревни Антоновка около 10 вечера водитель не заметил лежавшего на проезжей части человека. 22-летний водитель, двигаясь на автомобиле Кио со стороны деревни Антоновка в направлении города Калинковичи, совершил наезд на 32-летнего молодого человека, который лежал на проезжей части дороги. При этом пешеход, обозначен световозвращающими элементами, не был. От полученных травм пешеход скачался на месте происшествия. В ГАИ сообщили, что у водителя были права соответствующей категории и он предварительно был трезв. Тем не менее, для проведения соответствующего анализа у мужчины были взяты биологические образцы. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Калинковичский район также попал в сводки происшествий и по линии МЧС. Вечером 27 февраля спасатели районного подразделения выезжали на ликвидацию пожара жилого дома на улице Волгоградской райцентра. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС весь дом был охвачен огнем. В ходе тушения пожара на полу в комнате был обнаружен труп хозяйки дома, пенсионерки 1941 года рождения, которая проживала одна. Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля дома и имущество внутри. Повреждены стены. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемые версии неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Сегодня суд Центрального района Гомеля огласил приговор водителю Лексуса, который в декабре прошлого года на улице Советской насмерть сбил человека. На основании части 2 статьи 37 УК назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанного с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет. Напомним, 3 декабря около 4 часов утра водитель совершил наезд на пешехода, который по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, переходил улицу. От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что на момент совершения ДТП водитель не находился под воздействием алкогольных или наркотических веществ. К нему все это время была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. ДТП повлекло смерть человека. Рутюнян Рикарменович Ранинин накратно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Имеет место предыдущее ДТП с летальным исходом с участием Рутюняна в качестве водителя. Все это складывает, скажем, исключительные обстоятельства дела. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин